Эта встреча бесспорно одна из самых ожидаемых, ведь на кону будущее Европы. Завтра в белорусской столице соберутся лидеры нормандской четверки, главы Украины, России, Франции и канцлер Германии. На повестке дня кризис в Донбассе, как ожидается Петр Порошенко, Франсуа Алан, Владимир Путин и Ангела Меркель, обсудят пути реализации Минских соглашений. Какие надежды мировое сообщество возлагает на Минский саммит, расскажет Юрий Козлов. Осенью прошлого года Минская переговорная площадка вошла в новейшую историю. В сентябре в белорусской столице были заключены знаковые для континента договоренности. Дипломаты и мировые СМИ назвали их Минскими соглашениями. Всего в документе 12 пунктов. В их числе полное прекращение огня и отвод тяжелой техники от линии соприкосновения сторон. К сожалению, обеспечить всеобъемлющее выполнение этих договоренностей сторонам конфликта на востоке Украины не удалось. Тем не менее, именно Минские соглашения сейчас являются основополагающим документом по урегулированию ситуации на Донбассе. А белорусская столица стала главной площадкой для проведения мирных переговоров. И дело не только в нейтральной позиции официального Минска по украинскому вопросу. Как ранее неоднократно отмечал экс-президент Украины Леонид Кучма, сама белорусская земля способствует миру и согласию. Повезло, что эти все мероприятия проходят в Минске под личным, как говорят, этим самым наблюдением президента Белорусской Республики. Мы себя чувствуем лучше, чем у себя дома. Организовать в Минске переговоры нормандской четверки белорусского лидера еще 8 февраля просил российский коллега Владимир Путин. Аналогичную просьбу в телефонном разговоре с Александром Лукашенко озвучил и президент Украины Петр Порошенко. Я просил бы вас помочь нам провести эту встречу так, как вы сделали это до сих пор, любезно предоставив Минскую площадку для встреч на экспертном уровне, в рамках так называемого Министерства. Как ожидается, уже завтра в Минске приземлятся самолеты четырех глав государств – президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии. Петр Порошенко, Франсуа Аллант, Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят пути реализации Минских соглашений. В преддверии встречи политики не спешат делать громких заявлений, опасаясь спугнуть удачу либо навредить переговорному процессу. Но мировые лидеры все же признают – на кону стоит безопасность и стабильность всей Европы. Я надеюсь, что мы сможем разрешить этот конфликт дипломатическим путем, потому что военными методами его решить нельзя. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска дипломатического выхода из этой ситуации. И я очень рада, что наши начинания поддерживают главы США и Канады. С какими именно предложениями приедет в Минск так называемая «нормандская четверка» пока неизвестно. Ранее СМИ сообщили, что на недавней встрече в Кремле лидеры России, Германии и Франции говорили о создании на Донбассе демилитаризованной зоны шириной от 50 до 70 километров. Франсуа Алланд также выступил с призывом расширить автономию восточных регионов Украины. Свою позицию озвучили и представители ОБСЕ. По их мнению, конфликтующие стороны ни в коем случае не должны получать оружие извне. Я думаю, что это будет один из последних шансов решить конфликт, потому что если нам не удастся прийти даже не к компромиссу, а к прочному мирному соглашению, то события будут развиваться только по одному сценарию. Этот сценарий называется «война». Также, по мнению экспертов, на Минской встрече могут быть рассмотрены и геополитические проблемы. Например, членство Киева в ЕС и НАТО. Украина не раз заявляла о готовности присоединиться и к Евросоюзу, и к Североатлантическому альянсу. Но единства по этим вопросам в ЕС пока нет. В Украине живет 42 миллиона человек. Третья часть из них — это примерно 10 миллионов русскоговорящие. Украина — это мост. Мост между Россией и Европой. Нужно найти промежуточные силы для защиты русскоговорящих украинцев, пока ситуация не стабилизируется. Кроме того, по моему мнению, Украина должна сохранить роль моста между Европой и Россией. Украине не суждено вступить в ЕС, по крайней мере, в этот период времени. Как будет развиваться ситуация вокруг Украины, узнаем уже завтра. Пока же аналитики ведущих мировых СМИ призывают запастись терпением. Большая часть экспертов надеются на позитивный исход минских переговоров, ссылаясь на заявления лидеров Нормандской четверки. Они пока в один голос говорят о желании искать выход из украинского кризиса, чтобы избежать нового обострения на континенте. Юрий Козлов, Ольга Гайдук, агентство 7 новостей. Предстоящая встреча Нормандской четверки в Минске остается самой обсуждаемой международной темой. Главный вопрос — принесут ли переговоры в белорусской столице между лидерами Украины, России, Германии и Франции мир. Об этом прямо сейчас спросим нашего эксперта на прямой связи со студией «Панорамы» доцент МГИМО, кандидат политических наук Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Нормандская четверка едет в Минск. Каких решений ожидать от этой встречи? Ну, я думаю, что столь фундаментальная подготовка соглашения свидетельствует о том, что принципиальные вопросы на этом этапе все-таки урегулированы. Идет торг о деталях, то есть о том, каким образом эти соглашения можно имплементировать. Я думаю, что программа минимум, то есть прекращение огня и начало какого-то мирного процесса, хотя бы месяца на два, на этих переговорах может быть достигнуты. Но эти два месяца перемешки, которые с большой вероятностью завтра будут достигнуты, могут быть использованы для того, чтобы запустить мирный процесс в регионе и как минимум закрепить за Минском статус столицы регионального мира. Потому что все-таки Минск делает ставку именно на обеспечение мирного процесса. Вокруг каких проблем будут самые горячие дискуссии? Может, отвод вооруженных сил или статус самопровозглашенных республик? Скорее всего, что в это пространство будут введены силы ОБСЕ, которые обеспечат физическое их разделение и, наверное, тот компромиссный формат уже более-менее выработан. Наиболее тяжелым вопросом будет вопрос о предоставлении самостоятельности Юго-Востока Украины. В каком формате это должно быть сделано? Если Киев настаивает, что должна действовать его конституция, то фактически он должен будет внести в эту конституцию изменения и запустить референдумный процесс, который, по большому счету, скорее всего, окончится ничем. Это вряд ли устроит внешних игроков, по крайней мере, это не устраивает Европу, это вряд ли устроит Россию. И, наверное, в Минских переговорах будет искаться какой-то альтернативный формат, который позволил бы, с одной стороны, гарантировать и остановить сегодняшнее убийство на украинской территории, и дальше перевести формат из военного в политический, когда все-таки вместо стрельбы будут разговоры. Пускай тяжелые, пускай неприятные, но разговоры. Переговоры о мирном урегулировании шли давно, было много встреч и много предложений. Но почему именно Минская площадка оказалась самой результативной? Сначала заработала контактная группа, а сейчас будут договариваться лидеры четырех стран. Ну, здесь ответ очевиден. С одной стороны, Минск занял нейтральную позицию, и эта нейтральная позиция оказалась выгодной для всех. Она оказалась выгодной для Европейского Союза, она оказалась выгодной для России, она оказалась приемлемой, в общем-то, для всех европейских лидеров. Другой вопрос, что сейчас, наверное, перед Минском встает вызов, каким образом институализировать свой статус, каким образом вот эта вот случайность историческая, которая обеспечила статус Минска, каким образом превратить ее в постоянное преимущество Беларуси, и фактически превратить, возможно, Беларусь, наверное, в крупный восточноевропейский центр. Спасибо. Напомню, на прямой связи из Москвы был доцент МГИМО, кандидат политических наук Кирилл Коктыш. Мы говорили о предстоящей встрече Нормандской четверки в Минске. В эти минуты в Минске начинаются переговоры контактной группы Украина-ОБСЕ-Россия. Главная цель встречи – подготовить площадку для переговоров лидеров так называемой Нормандской четверки, которые должны пройти завтра. Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. В нем принимает участие бывший президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Адельхей Тальевини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнега. Предыдущая встреча контактной группы в Минске состоялась 31 января.